здравствуй друзья вчера до поздней ночи сидел отправляя наш новый курс ведения профессии трейдинга поэтому сегодня давайте запишем этот ролик на графике моего торгового терминала и собственно на нем посмотрим на сегодняшний обзор трендовый пирамидинг собственно трендовая пирамида из ордеров есть у нас на рынке два основных метода работы математически основные это классический мартингел где мы грубо говоря усредняем либо увеличим каждый последующий лот сделка до по новому сигналу если это банальное усреднение на мартингеле то мы с вами пытаемся от каждого нового там отката либо по комнату конкретного фиксированному шагу до пытаемся продавать 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 кстати каждое движение цены против нашего набора позиции против нашей сетки ордеров она просто приводит к огромным убыткам каждый пункт становится просто вот с такими глазами ты смотришь блин да пожалуйста развернись это же деньги мои да уже выйти из позиции ты не можешь потому что и так будет бешеный убыток твое единственное желание это хотя бы вывести эту позицию без убыток найти путь нормальную стратегию же потратить деньги на обучение пойти просто взять нормальную систему с которой ты будешь зарабатывать но эти мысли возникают уже когда так скажем уже поздно так вот чтобы не упадать такие ситуации есть обратный так скажем маркингел речь идет не анти маркингеле а именно об обратном маркингеле в плане того что здесь мы наращиваем позицию никогда на вас в убытке когда она у нас прибыли тем самым предыдущую позицию мы переводим стоп на такой уровень по обоим ордерам что оба они получаются что если цена пойдет все-таки в обратную сторону то есть тренд развернется то мы получим максимум без убыток вот эта система мне безумно всегда нравилось к сожалению никогда не автоматизирована у меня на самом деле в планах пока просто нету времени я очень люблю эту систему мне очень так скажем нравится сама идея вот этого трендового пирамидинга потому что это что-то новое многие люди хает эти трендовые пирамиды но я чувствую просто что эти люди не умеют грамотно анализировать рынок они не понимают что такое набор актив они не понимают глобальные так скажем тренды то есть определение глобальной тенденции на достаточно долгое количество времени то есть там два три четыре месяца на протяжении двух трех четырех месяцев можно очень неплохо наращивать позицию собственно фиксировать просто с огромной прибыли так ладно буду поменьше болтать сейчас мы с вами конкретно разберем что такое собственно говоря трендовая пирамида я взял два основных метода которых я сегодня вам расскажу в этом видеоролике но не забывайте о том что я попросил своих авторов сделать огромный просто обзор на тему вот этого пирамидинга трендовых пирамиды и в описании этого ролика будет ссылочка на подробный обзор поэтому не поленитесь пожалуйста обязательно почитайте я просто выделил те моменты которые не касаются индикаторов которые мне ближе да но есть вариации с ишимоку с блин с фибоначчи есть варианты с скользящими средними с боллинджером просто с каналами конвертами там так далее и тому подобное вот я просто в рамках своих мини роликов да хочу быстренько рассказать непосредственно по этой формате так три минуты говорю ни о чем так собственно говоря пирамида по трендовой линии от первый момент для того чтобы вообще построить а трендовую пирамид нам необходимо найти на дневных графиках какой-то разворот тенденции то есть это сто процентов то с чего ты должен начинать должен на глобальных таймфреймах понимать что тенденция развернулась и ты начинаешь торговать непосредственно а в направлении нового тренда то есть вот здесь я специально отметил двумя линиями по дневному графику да вот здесь мы могли пристекут трендовую линию мы видели здесь какой-то канал консолидации мы видели собственно какой то выхода из него здесь мы могли провести банально вот ту же самую трендовую линию да ну и понять собственно да здесь у нас так называемой смена разворот рынка да здесь можно найти двойную двойную вершину несколько раз тройная вершина у нас здесь еще двойная да то есть очень такой хороший момент разворота то же самое мы могли найти вот здесь самом начале да то есть это у нас было от седого до седого то есть вот с этой точки мы уже поняли что у нас обычае движение 2 час перейдем на рабочий грубые таймфрейм то есть грубо возьмем часовые графики да вот здесь мы с вами уже я так понимаю вот здесь вот мы уже поняли что у нас медвежье движение чтобы мы делаем то есть мы натягиваем некую трендовую линию по нашему часовому графику да и собственно начинаем на каждом касании к этой линии то есть смотрите у нас первое касание произошло здесь мы открыли сделку на продаже потому что мы понимаем что от стиран развернулся у нас мы даже движение здесь мы открываем на следующем касание до приблизительно где-то здесь мы опять добавляем позицию причем когда она проходит некоторое количество пунктов, мы ставим стоп-лосс для обоих приказов. Такой, что если сюда, грубо говоря, цена куда-то уйдет, то у нас здесь будет прибыль, а здесь будет минус. Минус, грубо говоря, профит за вычет минуса, который будет по последующему ордеру, будет равен нулю. То есть, когда мы открываем сделки, мы по факту уже не рискуем как в Мартингейле безумными потерями. Здесь у нас просто фиксируется все по безубытку. Очень интересная модель. Я очень хочу это автоматизировать, просто сейчас нет времени. Очень хочу придумать очень интересную модель. в формате той системы, которую я преподаю. И в этом формате я прям уверен, что будет очень крутая стратегия. По каждому вот такому касанию мы добавляем с вами ордера. Средний тейк профит по такой системе рекомендуется выставлять не менее 300 пунктов. Но опять же, если у вас появляются какие-то разворотные паттерны, какие-то там двойное дно, двойная вершина, какие-то фигуры, какие-то возможно паттерны, какие-то очень мощные уровни, то желательно, конечно, выходить уже по рынку. Так, следующий момент сразу рассмотрим быстренько. Вот здесь мы тоже поняли, что у нас все тенденция быча. Соответственно, здесь мы также могли с вами провести некую трендовую линию. Банально первая у нас была бы здесь, да, то есть мы бы вошли где-то тут, добавляли, добавляли. Здесь у нас до стоп приказа точно бы не дошло, потому что здесь уже была бы довольно большая прибыль, да. То есть мы бы эту линию как-то там в дальнейшем подстраивали. Я вот не очень люблю торговлю по трендовой линии, я сразу, конечно, говорю, да. В дальнейшем у нас вот здесь она пошла, то есть мы эту линию уже могли бы перестроить. То есть вы выходите из трендовой перемены только в том формате, когда вы достигли какую-то прибыль, когда у вас получился какой-то разворотный сигнал, либо вы из нее не выходите до тех пор, пока, собственно, не получите заданное количество пунктов. Дальше, собственно, у нас опять проводится трендовая линия, у нас опять несколько входов, то есть мы добавляем, добавляем, добавляем позицию, и здесь на самом деле можно было заработать около 500 пунктов, а то и 1000. Сейчас не будем это замерять, чтобы не тратить времени, да. Следующий момент, который мне больше нравится, потому что трендовые линии я не очень люблю. Трендовые линии, на мой взгляд, это не совсем то, что стоит использовать на рынке, если вы хотите использовать какие-то фундаментальные факторы, потому что на трендовые линии реагирует скучительно только рыночная толпа. Маркетмейкеру до них дела нету в плане того, чтобы он по ним размещал. То есть размещение активов всегда производится по какому-то диапазону горизонтальному цены. Я хочу, чтобы вы это немножко где-то у себя в голове отложили. Вот следующий момент, который мне очень-очень-очень сильно нравится, это когда мы с вами берем, опять же определяем какой-то там тренд, да, то есть допустим, давайте самый последний возьмем, который мы взяли, да, нам не нужно будет уже строить никаких трендовых линий, вот это очень круто, потому что с трендовыми линиями каждый может построить по-своему, да, то есть я сейчас строил один вариант так, потом у нас что-то была какая-то горизонтальная болтанка, потом я опять поставил, то есть вот эти моменты тут на графике я вам показываю на историю, да, вроде смотрится красиво, но когда вы начнете это в реальном времени торговать, будут очень большие проблемы. Поэтому вот следующая система, которую я бы очень рекомендовал вам попробовать погонять, использовать, да, возможно вы поделитесь какими-то своими впечатлениями. То есть мы опять же с вами нашли, давайте тут даже четырехчасовой график возьмем, это будет более удобнее и логичнее. Вот у нас идет четырехчасовой график, давайте немного даже его побольше сделаем, чтобы это было попонятнее. И мы с вами что делаем? У нас определена уже по старшему таймфрейму тенденция медвежья, да, и мы собственно смотрим, ближайший, то есть это по пробою экстремумов. У нас есть некий экстремум, здесь на его пробои мы выставляем отложку. Чуть-чуть ниже экстремума, на несколько буквально пунктов. Цена пробивается, все, у нас стоп стоит сначала за границей, грубо говоря, за максимумом локальным, да. Все, дальше у нас опять цена идет, у нас появляется новая какая-то консолидашка вот здесь вот, да, у нас опять хоп, то есть не консолидашка, коррекция, да. Здесь мы опять же выставляем новый отложный ордер. Когда он срабатывается, мы здесь стоп переставляем без убыток, грубо говоря, да, или даже немножко в прибыль. То есть нам выставлять нужно стоп-лосс именно так, чтобы у нас при наличии того, что цена пойдет в обратную сторону, вот здесь вот, если бы она сразу в обратную пошла, да, чтобы здесь тот плюс, который у нас есть по первому ордеру, и тот минус, который есть по второму ордеру, чтобы их сложение было ноль, да, то есть мы уже не рискуем, то есть мы добавляем вроде ордера, но как в мартингеле мы не рискуем потери депозита мы именно, чтобы вводим без убыток. Дальше, следующий у нас момент проходит, то есть у нас опять какая-то коррекция, опять мы здесь выставляем отложку, опять мы фигачиваем уже три ордера одинаковым лотом, но они, представляете, уже какая прибыль идет, да, каждый раз вот так вот, и вот здесь вот вроде бы какая-то большая коррекция, да, ну, представьте сколько у нас здесь ордеров, штук 5 открыто, да, по тренду. И их общий грубо говоря без убыток находится где-то вот посередине вот этого движения, то есть это движение даже его не задело. Дальше у нас опять же здесь выставляется отложка, опять же он пробивает, И так далее, и так далее, и так далее Вот здесь уже мы видим, что у нас есть какое-то двойное дно И да, здесь мы можем выйти спокойно И в дальнейшем уже по каким-то консолидациям По коррекциям посмотреть, будет ли продолжение движения То есть вот здесь сейчас мы Также можем сейчас перейти опять же на дневной график Где у нас дневной график? Вот он здесь у нас И собственно вот здесь смотреть, а какой здесь будет выход То есть на данный момент пока что мы можем Допустим по евробаксу Ну вот так бы слишком резкая такая трендовая линия У нас получается, то есть я бы здесь не стал Но имеет смысл подождать, возможно у нас будет какая-то формация, которая скажет нам, да, у нас начинается разворот на то, чтобы начаться новое обычное движение. Грубо говоря, так вот, как я долго с графиком всегда гружу, уже 10 минут почти, а? Уже 10. Так, вот здесь вот допустим у нас трендовые линии есть, да вот ее пробой, ретест, то есть как я вас учил вот это делать. То есть где-то у меня был такой момент, то есть у нас есть, сейчас найдем смену тренда просто быстренько. Так, давай 4-х часовой график нам быстренько. Смена тренда, смена тренда. Чтобы вы это прекрасно понимали на собственном опыте. Ну где ты? Так, давайте дневной. Давайте дневной. Так, смена тренда. Ну вот, давайте вот здесь вот. Ну я на самом деле специально ничего не готовлю никогда перед нашими выпусками, роликами, вот если я сделаю с графиками. Чтобы вы видели, что я это делаю в процессе реального времени, а не как многие блогеры, там, учителя, да, которые там сразу себе там найдут лучший момент и вам покажут. Я просто именно хочу, чтобы мы с вами искали это не обязательно на живом графике. То есть у нас вот здесь, помните, я рассказывал о том, как работать с трендовыми линиями на пробой от трендовых линий. То есть обязательно нужно найти ближайший локальный какой-то экстремум, здесь поставить ровную линию по нему, да, где-то и дождаться ретеста. Вот именно на ретесте вот этой вот ровной линии, горизонтальной линии от ближайшего экстремума мы видим здесь ретест и вход, да. Вот, тогда мы понимаем, да, у нас теперь бычье движение И вот здесь мы, да, можем, имеем полное право от каждого экстрема Мы уже здесь мы вошли, здесь мы вошли, здесь мы вошли, здесь мы вошли И вот так далее, так далее Вот здесь мы уже получили какую-то двойную вершину, да Даже тройную тут вершину, все Мы спокойно вышли из этой позиции с прибылью, блин, тут, ну, на самом деле, прибыль-то 150 пунктов, конечно Но по факту у нас тут несколько ордеров, их штук 5, да, и они все нарастали При этом у нас мы после второго ордера вообще уже не рисковали У нас постоянно стоп-приказ выставляется в уровень без убытка Вот, ребят, все, всем спасибо огромное за внимание Ставь большой палец вверх, пиши в комментариях, если что-то было непонятно Я эту тему постараюсь тогда более подробно разобрать Просто и так времени очень много болтаю Собственно, лайк, коммент, подписывайся на мой канал, если еще не подписан Будет много интересного, обещаю И, собственно, до встречи в новых видеороликах Пока! А я тут буду сейчас просыпаться